Приветствую вас на канале Инфобом. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. Летом 2018 года стало известно, что 44-летняя на тот момент Мария Порошина готовится стать мамой в пятый раз. А через несколько недель ряд СМИ распространил новость о разводе актрисы с ее вторым супругом Ильей Древновым после 17 лет брака. Имя своего нового избранника актриса тогда не раскрыла. Впрочем, и сейчас неизвестно, кто же является отцом пятого ребенка Порошиной. 11 января 2019 года на свет появился сын актрисы. Ходили слухи, что Мария назвала мальчика Степаном. Но позже стало известно, что новорожденного зовут Андрей. Недавно в эфир телеканала «Россия-1» вышла программа «Судьба человека с Марией Порошиной», в которой актриса откровенно поделилась своими переживаниями с ведущим Борисом Корчевниковым. Как оказалось, узнав о пятой беременности, Порошина смирилась с тем, что будет одна с пятью детьми. При этом актриса даже не сомневалась в том, что оставит ребенка, ведь по ее словам она очень любит детей. А когда выяснилось, что у нее будет мальчик, Порошина окончательно приняла ситуацию с внезапной беременностью. Ведь будучи мамой четырех девочек, Мария давно мечтала о сыне. Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений, конечно же, ребенок должен был родиться и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик, и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми, вспомнила Мария Порошина. По ее словам, после родов ей помогала ее мама, Наталья Назарова. Именно она поддержала Марию после появления на свет ее пятого ребенка. Актриса вспомнила, что тогда она чувствовала себя особенно одинокой, мама была рядом после рождения сына в трудные минуты из-за моего одиночества и растерянности в жизни, поделилась Порошина с Корчевниковым. Мария также заметила, что поддержку в трудную минуту оказал ее первый супруг Гоша Куценко. Как-то она пожаловалась ему, что теперь ей будет трудно наладить вечную жизнь. Кто же меня замуж возьмет с пятью детьми? Задалась тогда вопросом Марии в разговоре с Куценко. Впрочем, первый супруг актрисы отнесся к ее переживаниям с юмором, который всегда отличал их отношения. Маня, ты что? С тремя еле выйдешь замуж, а уж с пятью, с пятью выйдешь. Бог не дурак, а любит пятак. Заявил Куценко. Напомним, что встреча бывших супругов произошла во время вступительных экзаменов Марии в школу-студию МХАТ. Причем будущей актрисе тогда было всего 17 лет. Гоша, который на тот момент уже был третий курсником, сразу же среди прочих поступающих выделил Порошину и долгое время добивался расположения девушки. Сама Мария настороженно относилась к вниманию Куценко, но в итоге ответила ему взаимностью. Между ними закрутился роман, и в 1992 году Мария и Гоша официально зарегистрировали свои отношения. К сожалению, спустя пять лет супруги развелись. Куценко не скрывает, что расставание произошло из-за его измен, о которых он сам же и рассказал жене. Примечательно, что в беседе с Корчевниковым Мария призналась, что сейчас бы ни за что не развелась Куценко. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.